Друзья, всем привет! В данном ролике будем с вами производить проверку и замену датчиков Холла на мотор-колесе от электроскутера. Так что, погнали! Сперва немного теории. Датчики Холла – это маленькие электронные устройства, реагирующие на магнитное поле. Именно по ним синхронный двигатель узнаёт, в каком положении в данный момент времени прибывает ротор и подаёт напряжение на определённые фазы. Вот зачем нужны датчики Холла в мотор-колесе. Они отвечают за правильное очередование фаз и обеспечивают стабильное вращение мотора. То есть, если по какой-то причине один или несколько датчиков Холла выходят из строя, то мотор перестаёт вращаться, либо будет дёргаться. Такая же ситуация произошла и с мотор-колесом фирмы Bosch на 800 Вт. Данное колесо – от электроскутера. При вращении ручки газа колесо начинает дёргаться, и вращение не происходит. Проблема с контроллером исключена, так как хозяин пробовал подключить другой контроллер, и проблема не ушла. То есть, проблема в самом мотор-колесе. Будем разбираться. Для подключения мотор-колеса используются четыре клеммные колодки. Три колодки по одному проводу – это фазовые силовые провода, которые идут на обмотке мотора. Четвёртая колодка – это подключение к датчикам Холла. На чёрный и красный провод подаётся питание в 5 Вольт, а с трёх других снимаются сигналы с каждого из датчиков Холла. Датчик Холла – это своего рода выключатель, который реагирует на магнитное поле. Также работает и геркон. У датчика Холла три вывода. На первый и второй вывод подаётся напряжение в 5 Вольт. Третий вывод – это выход с датчика. При поднесении магнита к датчику, средний вывод, к которому подключен минус питание, замыкается на третий вывод, на котором появляется напряжение в минус 5 Вольт. Если убрать магнит, то напряжение на третьем выводе пропадает. Для проверки датчиков Холла в мотор-колесе, не разбирая его, подключим 5 Вольт на клеммную колодку, на чёрный и красные провода. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к плюсу питания, а минусовой щуп будет подключаться к выходу каждого из датчиков. Подключаем к первому датчику. Напряжение на его выходе – 4,76 Вольта. Такое же напряжение и на входе. При вращении оси мотор-колеса напряжение начинает меняться, то вообще по нулям, то на выходе 5 Вольт, в зависимости от положения ротора. То есть, когда мы вращаем ротор, датчик Холла реагирует на движение магнитов, которые находятся внутри мотор-колеса. Этот датчик Холла исправен, так как на его выходе меняется напряжение при вращении. Цепляем щуп на второй, средний датчик. Напряжение на его выходе довольно маленькое – 3,5 Вольта. При вращении оси мотора показания не меняются, что говорит о том, что датчик Холла неисправен. Проверяем третий датчик. Здесь напряжение меняется, значит он исправен. Проверяем ещё раз средний датчик. Напряжение стабильно и не меняется. И выходит, что один из трёх датчиков Холла вышел из строя, и его нужно заменить. Заказал я датчики Холла SS41F. Они, конечно, новые, но проверить на работоспособность нужно обязательно перед установкой в колесо, так как брак не исключён. Подключил я питание к датчику, которому подношу неодимовый магнит. При поднесении магнита на выходе из датчика появляется напряжение, а если отдалить магнит, то напряжение пропадает. То есть, данный датчик Холла абсолютно исправен. Так что приступим к разборке колеса. Для разборки мотор-колеса нам понадобится шестигранник на четыре, которым откручиваем все винты по контуру. Пока я занимаюсь этим делом, прошу вас подписаться на мой канал. Вам это сделать не сложно, а мне будет очень приятно. Болты все выкручены. Откручу также гайку с оси, чтобы не мешало разборке. На всякий случай отмечаю, в каком положении находится крышка, чтобы потом её также и поставить обратно. Подсекаю крышку по краям, срываю её с места и аккуратно снимаю. И вот мы добрались до обмоток мотора и к неодимовым магнитам. Видим три фазовых провода, которые подключены к обмоткам мотора. Сами обмотки в идеальном состоянии. Магниты все целые. В этих узлах проблем нет. С этой стороны мотора датчики Холла не видны. Они находятся с другой стороны. Переворачиваем мотор и откручиваем вторую крышку. Подсекаю крышку и снимаю. Внутри видим небольшую плату, на которой и размещены три датчика Холла. К данной плате и приходят пять проводов от клеммной колодки. Чтобы было удобно менять датчики, нужно освободить ротор из плена неодимовых магнитов. Для этого я упираю осью в стол и внешнюю часть мотора давлю вниз. Магниты держат очень хорошо и сделать это не очень просто. И вот и всё, ротор освобождён. Часть колеса с магнитами нам не нужна. Датчики стоят у нас на самом роторе. В каждой из трёх датчиков вставлен специальное отверстие в железе ротора. Выходы из датчиков находятся. На правом датчике справа идёт на синий провод. На среднем датчике слева идёт на зелёный провод. И на датчике слева выход также справа идёт на жёлтый провод. Красный и чёрный провода – это питание. Прозваниваем провода. Контакт справа на колодке – это датчик справа. Центральный – это центральный датчик. Контакт слева – левый датчик. То есть они идут поочерёдно. Как на самом мотор-колесе, так и на колодке. Мы с вами знаем, что вышел из строя средний датчик холла. Его и будем менять. Приклеены датчики на суперклей. Поэтому выбиваем датчик небольшими постукиваниями. Готово. Очищаем место от суперклея. И отпаиваем неисправный датчик. Датчик холла демонтирован. Его маркировка – H810AB V611T. Менять его будем на датчик SS41F. Это полный его аналог. Проверяю снятый датчик вне колеса. И да, действительно, он неисправен. При поднесении магнита он не реагирует. И на его выходе напряжение не меняется. А вот на новом датчике всё меняется. Со старого датчика с ножек снимаю изоляционные трубки. И надеваю их на ножки нового датчика. Но можно взять и обычную термоусадку. Вставляем новый исправный датчик на своё законное место. Выводы загибаем в сторону платы. Припаивать их буду сверху. Так будет удобнее. И не нужно будет снимать остальные датчики. И вот, в принципе, и всё. Датчик припаян. Чтобы датчик никуда не делся, залью немного клея. Теперь перепроверяю все датчики. Левый датчик на магнит реагирует. Средний датчик, который мы меняли, работает. Датчик справа аналогично. Все три датчика холла теперь исправны. Так что буду благодарен за ваш лайк. Теперь нам осталось собрать всё в обратной последовательности. Но сперва установлю одну из крышек. Для удобства монтажа ротора на своё место. После того, как крышку установил, переворачиваю колесо. Далее ось ротора вставляю в подшипник. И как по направляющей, ротор почти сам заскакивает на своё место. Из-за притяжения магнитами. При этом будьте аккуратны, чтобы вам не прижало пальцы и не повредились магниты. Теперь установлю вторую крышку. При установке соблюдаю метки, которые ранее ставил. Накручиваю гайку на резьбу, чтобы её случайно не повредить. И на этом обратная сборка мотор-колеса завершена. Для успокоения души, ещё раз проверяю работу всех датчиков. Все три датчика работают. В том числе и тот датчик, который мы меняли. И на этой прекрасной ноте замена датчиков холла на мотор-колесе мощностью 800 ватт от фирмы Bosch завершена. После замены неисправного датчика холла, мотор-колесо заработает как надо. Дёргания и прочие рывки должны уйти. Так как именно датчики холла отвечают за информирование контроллера о положении ротора-колеса. И отвечают за правильное чередование фаз и обеспечивают вращение мотора. Если датчик неисправен, то и нарушается чередование фаз. И мотор начинает дёргаться. Данное мотор-колесо уже отдано хозяину. И установлено на скутер. Проблема с дёрганием ушла. И мотор отлично работает. От снятия-то, увы, не получилось. Вы уж извините. Друзья, если ролик вам понравился, то ставьте палец вверх. И напишите в комментариях, какой ролик хотите увидеть в будущем. В следующем ролике сделаем с вами интересную самоделку, используя микросхему и светодиоды. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и самое главное здоровья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok